Несмотря на то, что дачный сезон 2021 постепенно подходит к концу, август это еще тот месяц, когда можно вполне сажать и сеять в огороде. И поэтому я предлагаю вспомнить, что имеет смысл высаживать в это время, чтобы до наступления морозов растения успели вырасти и сформировать урожай. Итак, как всегда, самое первое, что приходит на ум, это, конечно же, зелень. Это и укроп, и петрушка, салатная зелень, пряные травы. Рукола, кинза, шпинат, базилик. Их, напомню, можно сеять, даже не привязываясь к какому-то летнему месяцу, а каждые две недели. И тогда у нас получится просто бесконечный конвейер свежей зелени. А из салатной зелени можно сеять любые листовые салаты. Крест-салат, ранние сорта листового сельдерея и ту же пекинскую капусту. Она самая быстрая из капусты. И ей в среднем на созревание нужно 1,5-2 месяца. А вот помимо зелени в августе особенно хорошо сеять растения короткого светового дня, такие как редис, редька или дайкон. У редиса вообще есть сорта, где от посева до урожая проходят всего лишь дней 16-18. И поэтому в августе их еще можно вовсю сеять. А так как световой день сейчас постепенно сокращается, да и температура снижается, то все эти условия очень благоприятны для них. Только не забываем про севооборот и не высеваем редис на освободившихся грядках после капусты или редьки, так как у этих растений одинаковые заболевания и вредители. Также из зелени продолжаем высаживать лук-севок на перо. И делаем мы это в течение всего сезона, не только в августе. А вот для подзимней посадки можно сейчас посеять щавель. И тогда он хорошо укоренится, а уже следующей весной порадует нас своей свежей и сочной зеленью. То же самое можно сказать и про мяту с мелисой и тот же лук батум. Их семена можно посеять в это время, им тоже хватит времени взойти и окрепнуть, а уже на следующий год они дадут ранний урожай. А вот для того, чтобы собрать последний, уже осенний урожай зеленого горошка, нужно посеять его хотя бы в начале августа, не позже. И то уже нужно выбирать ультраскороспелые сорта. Его вообще, как и зелень, можно сеять постоянно, с интервалами дней в 10. И тогда можно урожай будет снимать в течение всего лета по мере созревания. Ну и наконец напомню, что для того, чтобы наш повторный урожай на отработавших грядках уродился хороший, растения нужно подкармливать. Ведь предыдущая посадка уже забрала из земли часть питательных веществ. Вдобавок, чтобы эти повторные посевы успели вызреть и дать урожай до наступления осенних холодов, сейчас лучше использовать только скороспелые сорта. Ну а если же вы не горите желанием высевать зеленую витаминную грядку, то освободившиеся участки можно засеять сидератами. Они мало того, что не дадут земле пустовать, но еще и улучшат ее структуру и обогатят питательными веществами. А так как выбор их очень огромный, то для того, чтобы разобраться, к какому семейству относится каждый из них, в их особенностях, функционале, преимуществах, и, конечно же, для того, чтобы правильно подобрать сидерат под посадку конкретной культуры, или даже просто какой необходим в вашей земле, я рассказывала в одном из моих видео. И так как сейчас этот вопрос очень актуален, то ссылку на это видео я оставлю в описании и закреплю в комментариях к этому ролику. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Спасибо за просмотр!